Субтитры создавал DimaTorzok Если будет отменен указ 1400 и все документы обоих сторон, которые за этим последуют, не будут обеспечены нормальные условия для деятельности народных депутатов и назначены одновременные выборы народных депутатов к президенту, то перенести съезд народных депутатов России в один из сибирских областных центров, прекратить перечисления в Москву налогов, перекрыть экспортные поставки нефти, угля и леса, прекратить железнодорожное сообщение. Информация из Москвы. В колонном зале состоялся съезд Крестьянского союза. Собравшиеся представляли в основном директорат колхозов и совхозов. Принято решение в случае отказа от отмены указа 1400 блокировать поставки сельхозпродуктов в Москву. Обращаюсь ко всем гражданам нашей страны, которые ответственны перед своими детьми, своими коллективами, своими партиями, движениями и течением. Мы должны создать благоприятные условия для того процесса, который начался вчера по инициативе 63 руководителей республик краевых областей. И как бы он трудно ни шел, мы все с вами заинтересованы, чтобы не произошло в ближайшие дни никаких стычек, никаких конфликтов. Следующее утро под лозунгом «Кровь за кровь» начался штурм Белого дома. Борис Ельцин отдал приказ войскам, которые сохраняют ему верность, сокрушить сопротивление тех, кто засели в парламенте. Он потерял терпение, он решил, что они должны сдаться или умереть. На неделю президент Ельцин и представители правительства заявили российскому, разъявляя российскому населению, что ситуация сложилась опасно и внутри здания находится много оружия. По всей видимости, это не так. Субтитры создавал DimaTorzok